Мама Полина в детстве мечтала научиться рисовать. Не было возможности. Зная об этом, любимая дочка при первой же возможности записалась в школу искусств на изобразительное отделение. Осуществила, говорит, самое большое мамино желание. А еще ее мама в детстве очень любила мороженое. А потому, едва услышав тему выпускного задания «Летние забавы», Полина немедля решила из глины вылепить маму в забавном оранжевом сарафане и с эскимо в руках. Я решила, что надо нарисовать какую-нибудь девочку, похожую на мою маму, чтобы маму порадовать. У нее коричневые волосы. Она очень похожа на мою маму. Мама гордится всеми моими работами. Ей нравятся все мои работы. И она полностью гордится мной. Потому что я хожу в художественную школу и буду уметь рисовать. Они еще только учатся рисовать. Большинство работ на выставке – творение первоклашек. Сказочные персонажи и пластилиновые картины на тему «Я и моя семья». Первые пробы себя в качестве дизайнеров, графиков и живописцев. Старшие курсы отличает твердая рука, точность деталей и выразительность цвета. Каждый год в школе искусств Николаевой организуют подобные итоговые выставки, давая практически каждому ученику изобразительного отделения, будь он в первом или пятом классе, почувствовать себя настоящим художником. Работа отбирается и лучше, и в то же время будет представлен каждый ученик. И вот вы даже не представляете, когда смотришь, с какой гордостью они приходят на эту выставку. Приводят своих родителей, знакомых, друзей и покажут – вот, я же уже почти художник. Ирина привела на выставку пока что своих подруг. Есть чем похвалиться. Целый месяц она руководила настоящим проектом. Вместе с одноклассниками делала декоративное панно. Сначала совместно рисовали эскиз, после утверждения его учителям взяли в руки кисти. В ее воображении подводный мир с морскими обитателями выглядит именно так – в сине-фиолетовых тонах. Да и идея изобразить на панно экзотический цветок, с гордостью рассказывает Ирина, тоже принадлежит ей самой. Я его просто так придумала, что в море вырос такой цветок, который никто никогда не видел. И рыбы стали всплываться, чтобы увидеть его. Ну а чтобы познакомиться с работами своих сокурсников, в галерею «Персона» уже стали стягиваться ученики школы искусств. Причем не только с изобразительного отделения. Пройтись по залам могут и все желающие. Выставка будет работать в течение месяца. Организаторы уверены, что о времени которого на осмотр 400 работ хоть и уйдет немало, никто не пожалеет. Елена Бочкарева, Дмитрий Комаров, События Брянск.